Напитку предков нет места на прилавках республики. Единственный производитель кумыса в Татарстане не может найти покупателя. Сегодня конезавод Казанский выходит на объемы в 100 литров в сутки. Готовы расширяться и даже получили господдержку, но путь на рынке закрыт. Почему национальный продукт остается элитным, расскажет Валерий Чернышев. Существует у кобыл иерархия. То есть старая лошадь, взрослая лошадь, она главнее, она за кем-то следит, смотрит, к ней никто уже не подходит. Доярка и конюх на этой ферме вовсе не главный. Затем, чтобы молодые кобылы шли на дойку и строго соблюдали очередь, следит жеребец и старшая в табуне. Семь раз в день, как по расписанию, все мамаши делятся молоком. В отличие от коровы, лошадь может заортачиться, если не увидит рядом дежурного жеребенка. У нас там еще есть жеребенок за лошадью, чтобы она конкретно думала, что дает именно молоко именно жеребенку. Полтора литра за раз, не больше. Да и молоко есть не у всех кобыл. Лактация начинается только после появления потомства, поэтому стоило по совместительству и детский сад. Ну месяцев семь, наверное, шесть кобыл уходят у нас на дойке. Потом жеребенок у него вырастает, потому что приводят еще меньших жеребят, чтобы они между собой не кусались, их уже разъединяет. Жеребцов отдельно, кобыл их отдельно. Редкий продукт на конезаводе полностью уходит на производство кумысы. Это сегодня. Им славится только Башкортостан и Казахстан. Напиток известен у всех тюркских народов. Однако традиции его изготовления в нашей республике почти утеряны. Здесь у нас находится закваска. Сейчас мы заливаем молоко определенное количество. Молоко несколько раз сбивается с закваской. Раньше это делали в деревянном чане или в козьей шкуре. Впреки распространенному мнению, кумыс вовсе не алкогольный напиток. Реализуем по магазинам. Раньше мы, конечно, диспансеры давали. Потому что кумыс очень полезен. Он в первую очередь от туберкулеза. Утоляет жазду очень хорошо. Приезжает, бывает, у нас постоянные клиенты по несколько, даже по 20-25 лет это берут. Готовится кумыс. 24 часа, срок годности всего 5 суток. Это и смущает почти все розничные сети региона. Тяжело найти потребителей, которые готовы сотрудничать и реализовать столь специфичный, как я уже сказал, продукт. В настоящий момент сотрудничаем с большими торговыми организациями, которые по возможности реализуют кумыс. Конезавод обзавелся поддержкой государства. Строят новые фермы и готовы увеличить производство. Так кумыс может стать не элитным, а повседневным напитком, как это было веками. Однако национальный продукт не выдерживает конкуренции. С йогуртом и кефиром. Валерий Чернышев, Айрад Мухамедзианов, Вести, Торстан, Пестричинский район.